Здравия желаю! Многие из вас знают, для чего в настройках движка в категории Physics Frame Rate есть параметры Substepping и какой профит получит пользователь при включении данного флажка. Давайте взглянем сюда. Перед нами на вид совершенно два одинаковых автомобиля, но не торопитесь с выводами. Давайте соментируем ситуацию, когда наш суперкомпьютер под тяжестью NextGen не раскроет видеокарту и случится просадка FPS. Проще всего это сделать с помощью консольной команды t.maxfps. Для начала ограничим FPS 30 единицами. Один автомобиль ведет себя по прежнему стабильно. Когда как второй стал как-то неестественно перемещаться, как будто невидимые силы понемногу действуют на него, а теперь он стал откровенно раскачиваться. 30 fps не слишком густо, но все еще Cinematic Experience. Давайте просадим FPS еще ниже, до 15. Без комментариев. Повторим эксперимент только теперь с видом от пациента, подверженного конвульсиям. Снова ограничим FPS 30 и видим, что те самые невидимые силы ничто иное, как латеральные силы покрышек. Силы никак не могут перейти в равновесие после снижения FPS и раскачивают автомобиль. При FPS равно 15 автомобиль становится и вовсе как бык на Rodeo, потому что к возмутителю спокойствия силы покрышки присоединяются также и силы подвески. Почему один автомобиль остается стабильным, в то время как другой идет в разнос? Дело в том, что в данном примере силы покрышек и подвесок стабильного автомобиля рассчитывают с высокой частотой, независимо от текущего показателя FPS. Физические расчеты нестабильного автомобиля, напротив, совершаются столько же раз в секунду, сколько кадров разрисовывается в текущий момент времени. Коротко о том, как это работает. Допустим, наш графический ускоритель рисует 50 кадров в секунду. Но для стабильных физических расчетов этого может быть недостаточно, ввиду природы этих расчетов. Физика считается дифференциальными уравнениями и дискретными шагами. Чем больше шагов, то есть чем выше частота расчетов, тем меньше погрешности и стабильнее система. Тем более отзывчивое и плавное управление. Чтобы решить эту проблему, движок Unreal Engine 4 имеет такой функционал, как Physics Substepping. Если с прошлого вызова расчета физики прошло времени больше, чем указано в параметре Max Substep Delta Time, то движок делает дополнительный вызов расчета физики, как бы дробя изначальный интервал времени между нарисованными кадрами до тех пор, пока полученный промежуток не станет удовлетворять установленным параметрам сабстеппинга. Таким образом, если мы выставили Max Substep Delta Time равным 0,01 секунды или 100 расчетов в секунду, а ваша видеокарта способна нарисовать только 50 кадров в секунду, то есть интервал времени равен 0,02 секунды, то в промежутке между соседними отрисованными кадрами будет совершаться дополнительный расчет физики, отсюда и название Substep. Значит, все, что нужно, чтобы насладиться плавной симуляцией, это просто пройти в настройки движка и активировать заветный флажок? Хмм... Нет. На самом деле нет. Смотрите, если вы построили свой блюпринт на основе твердых тел, включенные симуляции физики и не делаете никаких собственных расчетов всевозможных сил, трения, пружин, реактивных сил и так далее, а полностью удовлетворены функционалом физического движка из коробки, тогда да, вы можете расслабиться и пойти погулять. Всем остальным, кто пытается написать свою кастомную физику, советую задержаться еще ненадолго. Как бы побыстрее и максимально наглядно обрисовать ситуацию. Допустим, у нас есть некоторое физическое тело, которое имеет набор параметров, характеризующих его положение в пространстве, позицию, ротацию, линейную угловую скорости, а также обладает такими физическими характеристиками, как масса, момент инерции, и мы можем предложить к нему силу, крутящий момент. Каждый фрейм, физический движок, получает на вход обновленные входные параметры и решает дифференциальные уравнения, чтобы обновить линейную угловую скорость и положение нашего объекта в пространстве. Первое, что бросается в глаза, мы постоянно используем параметр delta time, промежуток времени, прошедший с предыдущего расчета. Дефолтный актор имеет событие tic, которое мы как раз и используем для наших физических расчетов в блюпринте. И это событие нам как раз и дает величину интервала времени с последнего вызова, delta time. Но событие tic не может вызываться чаще, чем происходит отрисовка кадра. В этом мы с вами убедимся чуть позже. Это первая причина, почему мы не можем использовать дефолтный класс. И вторая причина. Производя расчеты в сабстептике, физический движок оперирует актуальными на данный момент времени параметрами объекта, позиция, ротация и скорость, благодаря чему поведение объекта остается стабильным и правдоподобным. Если мы хотим делать свои расчеты, то нам не обойтись без этих самых параметров. И стандартные функции типа getLinear, Angular, Velocity, getLocation, Rotation, Transform не дадут нам желаемые значения. Они вернут нам не актуальные, а уже устаревшие значения с последнего отрисованного кадра. Дефолтный Blueprint класс доступа к состоянию объекта на сабстептике попросту не имеет. И как же быть? Можно создать свой C++ класс, наследованный от актора или павны, и добавить в него весь недостающий функционал. Звучит несложно, если вы дружите с Unreal Engine 4 C++, а если не дружите? Здесь нам на помощь приходят различные плагины, которые в себе уже содержат весь недостающий функционал. Пользователю лишь нужно установить этот плагин в свой проект или движок и начать пользоваться всеми его преимуществами. Мы будем использовать плагин MMT, который был написан человеком с никнемом Bored Engineer. Плагин находится в свободном доступе и регулярно обновляется под актуальную версию движка, за что я выражаю домную благодарность его автору. Итак, ситуация примерно ясна, перейдем теперь от лирики к практике. Продолжение следует...